10 самых жарких мест на Земле 30-ти градусная жара воспринимается как прохлада, а чтобы поджарить лепешку, ее достаточно оставить на солнце. Рассказываю о местах, где была зафиксирована самая высокая температура на Земле. Чем опасен тепловой удар и что делать, если тепловой удар случился? С вами Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Бьютифол Ворд». Самое жаркое место в мире – пустыня Дештелут в Иране. Долгое время самым жарким местом считалась Калифорнийская долина смерти. Но в 2021 году исследователи из НАСА предложили оценивать не температуру воздуха, а нагретую поверхность. Теперь первое место в рейтинге самых жарких мест планеты разделяют иранская пустыня Дештелут и североамериканская Сонора. В 2018 году и там и там Земля прогревалась до плюс 80,8 градусов по Цельсию, что стало самой высокой температурой на планете. Однако все-таки самым жарким местом считается пустыня Дештелут, потому что в ней погодные рекорды устанавливаются чаще. Это объясняется тем, что она находится между горными массивами, которые задерживают горячий воздух. Несмотря на то, что в пустыне почти полностью отсутствует растительность, здесь обитают много микроорганизмов. В 2020 году в небольшом сезонном озере нашли ракообразных. Пустыня Сонора является одной из самых крупных и жарких в Северной Америке. Днем воздух прогревается до плюс 40 градусов по Цельсию, а ночью остывает до плюс 2 градусов по Цельсию. Рекорд дневной температуры был зарегистрирован в городе Феникс, столице штата Аризона. В 2012 году 46 градусов по Цельсию, а вот поверхность Земли может прогресса до плюс 80,8 градусов по Цельсию, как уже я говорил раньше. Символ этих мест – кактус агуара, заросли которого образуют настоящий лес. Встречаются здесь и другие растения, а также присмыкающиеся птицы млекопитающие. Жара поднимается над землей, притягивает влажные воздушные массы с Калифорнийского и Мексиканского залива, и ежегодно в пустыне Сонора бывают два сезона дождей. Какая самая высокая температура была зафиксирована в долине Смерти в Соединенных Штатах Америки? В 1913 году вблизи населенного пункта Феникс-Крик, штата Калифорния, воздух прогрелся до плюс 56,7 градусов по Цельсию. Наименьшая температура была зафиксирована в том же году и составила минус 10 градусов по Цельсию. Долина Смерти известна как самое засушливое место в Северной Америке. Количество осадков составляет около 5 мм в год. К сравнению, в Москве ежегодно выпадает 600-800 мм осадков. Интересно, что примерно 12 тысяч лет назад долина Смерти была покрыта водой. Город Килибия, Тунис. Самая высокая зафиксированная температура в Килибии составляет плюс 55 градусов по Цельсию. Рекорд был поставлен в июле 1931 года. Этот город в Тунисе находится в оазисе, но осадки выпадают редко. И свежесть местным жителям приносят пальмы и влажный ветер. Килибия является рыбацким портом. И пляжи в окрестностях города привлекают отдыхающих. Поселение Тират Цви, Израиль. В 1942 году Тират Цви была зафиксирована с самой высокой температурой в Азии. Плюс 53,9 градусов по Цельсию. Позднее аналогичный рекорд был установлен в кувейте в городе Митриба. И пальма первенца перешла к нему. В поселении Тират Цви проживает около 900 человек. Несмотря на то, что река Ярдан поддерживает плодородие региона, летом солнечные лучи буквально выжигают долину. Метеостанция Митробах, Кувейт. Метеостанция расположена на северо-западе Кувейта. Зарегистрировала температуру плюс 53,9 градусов по Цельсию в 2016 году. А в 2021 максимум составил плюс 52,8 градусов по Цельсию. Наиболее знойный и жаркий период в Кувейте начинается с середины июля и длится примерно 40 дней. Глобальное потепление продолжает поднимать температуру и уровень влажности в странах Персидского залива. И к концу столетия ближний и средний восток, куда относятся к Кувейт, могут стать необитаемыми. Город Турбат. Пакистан. Рекорд в плюс 53,7 градусов по Цельсию был установлен в пакистанском городе Турбат 28 мая 2017 года. Населенный пункт расположен на левом берегу реки Кеч. Лето длинное, душное и засушливое. А зима короткая, сухая и ветреная. Температура редко опускается ниже плюс 6 градусов по Цельсию и поднимается выше 46 градусов по Цельсию. И в основном колеблется от плюс 10 градусов по Цельсию до плюс 40 градусов по Цельсию. В 2018 году в пустыне Сахара была официально зарегистрирована самая высокая температура воздуха за всю историю наблюдений. Плюс 51,3 градуса по Цельсию. Воздух прогрелся до этой отметки в алжирском городе Уаргла, где проживает около 190 тысяч человек. Ранее считалось, что рекорд в Сахаре был установлен 13 сентября 1922 года в ливийском городе Эль-Азизе. Плюс 58 градусов по Цельсию. Но в 2012 году эксперты Всемирной и Метеорологической Организации официально признали его недействительным, заявив, что ошибка в измерении составила около 7 градусов. Самая высокая температура в Австралии была зафиксирована в январе 2022 года. В прибрежном городе Онслоуд столбики термометра показали плюс 57,7 градусов по Цельсию. В прошлый раз такие же показатели фиксировались в 1962 году в городе Уднадад в Южной Австралии. На континенте летом обычная температура в Онслоу составляет плюс 36,5 градусов по Цельсию. Метеорологи считают, что из-за глобального потепления она может повыситься. Самая высокая температура в России была зафиксирована в поселке Ута Яшкульского района Республики Калмыкия в 2010 году. Температура поднялась до плюс 45,4 градусов по Цельсию и составила абсолютный рекорд за всю историю наблюдения за погодой в стране. В воде живут около 700 человек. Есть школа, детский сад, почта. Главная ценность поселка – колодцы. В самом жарком месте России находится чистейшая вода, из которой в советские годы делали пиво и лимонад. Так какая реакция организма может быть на жару? Исследователи из Гарвардского университета США доказали, что жара в 5 раз опаснее для человека, чем морозная погода. А также подтвердили, что при повышении температуры воздуха уменьшается продуктивная деятельность. По словам доктора медицинских наук профессора Бориса Ревича, в жару кислород хуже поступает к системам организма. Снижается работоспособность сердечной мышцы. Жара вызывает обезвоживание. Еще одна опасность – это тепловой удар. Инкубационного периода у него нет. Сначала человек сильно потеет, тяжело и часто дышит. Его мучает жажда. Потом отмечается высокая температура тела. Рвота, обмороки, нарушение ритма сердца, помутнение сознания. Организм утрачивает способность выделять пот и охлаждать себя. Чем опасна лихорадка? При плюс 40 градусов по Цельсию начинают разрушаться ферменты – вещества, управляющие химическими процессами в клетках, из которых состоит наше тело. Если не принять экстренных мер по охлаждению организма, они могут разрушиться полностью, и человек рискует умереть. Сколько дней держится температура при тепловом ударе, зависит от стадии перегрева. Но если она не спадает более двух дней, необходимо показаться врачу. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!